И я хотел, пожалуй, начать с вами с обсуждения самого, наверное, резонансового персонажа последних недель, ярого критика власти, того самого Евгения Пригожина, вы тоже в своих эфирах и у себя в блоге. Друзья, кстати, подписывайтесь на блог Валерия Соловья, что он и есть ньюзмейкер, а не Путин с его уже, знаете, за костенелыми, протухшими речами, в том числе на Красной площади 9 мая. В интервью моей коллеги Юлии Латыниной, буквально на днях, вы говорили о том, что Пригожина не трогают силовики, потому что хотят сделать военный переворот его же руками, а потом уже самим вступить в игру. Вы именно так объясняете резкость его заявлений в последнее время и, собственно, их безнаказанность. Понимает ли Пригожин, в какой игре им могут играть? Евгений Пригожин, я думаю, очень хорошо понимает, что происходит. Он знает, что он сейчас нужен всем. Он все еще нужен президенту в силу ряда причин. И потому что он держит военную силу, которая находится на одном из самых важных и опасных направлений украинского фронта. И потому что он контролирует значительные активы. И потому что он вообще опасный и брутальный человек, который может пригодиться. Но по той же самой причине, по последней, Евгений Пригожин нужен и силовика. Но что они понимают, что дело движется к развязке. Я имею в виду внутри политической развязки, которая может быть стимулирована как раз военно-политической динамикой. Потому что очень многое, даже я бы сказал, все зависит сейчас от двух факторов. Первый фактор – это состояние здоровья президента. Оно не улучшается, оно стабильно скверное, несмотря на интенсивную терапию, чрезвычайные усилия врачей. И второй фактор – военно-политическая динамика, то есть наступление вооруженных сил Украины с непредсказуемыми последствиями. Как только ситуация сложится для силовиков благоприятной, они решат, что верховный главнокомандующий, который совершил такие ошибки, Пригожин об этом говорит открыто, а офицеры генштаба говорят не публично, но для них это уже общее место. Совершил такие, кстати, офицеры ФСБ тоже. Такие ошибки кто-то должен нести за всю ответственность, и власть должна перейти в руки других людей, которые спасут подлинных патриотов, в кавычках, без кавычек, я бы скорее поставил кавычки в данном случае. Ну уж кто есть, вы понимаете, которые спасут Россию. И роль в данном случае Пригожина не в том, чтобы он это все сделал, в том, чтобы он, а, делегитимировал президента, что он успешно делает, он сравнял, я бы сказал, с грязью российский генералитет. Он успешно делегитимирует президента, и своими объяснениями он делает это еще успешнее, чем если бы он просто промолчал, когда ему задали вопрос, какого же вы дедушку назвали чудаком на букву «М». Первое и второе активность, его медийная активность, которая держит его не просто на плаву, в центре внимания, он как медийная фигура более значим, чем российский президент, по крайней мере последние 10 суток. И на него все смотрят, это вызывает разную реакцию, у многих надежду, не буду скрывать. Ну, мне кажется, это непростительные надежды, но тем не менее, что есть, то есть. У других страх, и вот Силовиковы это прекрасно устраивают. На фоне Пригожина чекисты выглядят почти как вегетарианцы, вы же понимаете. Человек, который там демонстрирует кувалду, сделает ее своим фирменным знаком, и вот чекисты, которые готовы действовать, ну, якобы по закону. Поэтому все пока заинтересованы в происходящем. Это уникальная, почти уникальная ситуация, она беспрецедентная, думаю, для России, последних даже не то что месяцев лет, но она как раз говорит о том, что мы подходим к какому-то Рубикону. Питер? Валерий Дмитриевич, но при этом, я так понимаю, что он для ФСБ это абсолютно чужеродный элемент, большинство костяк ФСБ его люто ненавидят, но я так понимаю, все-таки есть какая-то прослойка, особенно среди молодых кадров, которые вот как-то так очень предательски ему симпатизировать могут. Да, это здравый анализ, он соответствует действительности, насколько мне известно. Есть старшие поколения, это топ-менеджеры конторы, да, это люди, прошедшие советскую социализацию, и для них, ну, уж прошу прощения за такой блатной сленг, ну, западло с ним рядом быть. Да, ну, зрители прекрасно понимают что-то, но есть молодое поколение, которое завидует. Посмотрите, чувак поднялся фактически социальных низов, ну, так, да, он добился какого успеха? Дерзкий, четкий, как пуля метки. Оказывается, каждый из нас может сделать такую карьеру, если он сделает правильный выбор. Я не хочу сказать, что в конторе есть раскол, это неправда, это неправда, да, но такие настроения, то есть симпатизанты Пригожина есть и среди офицеров, особенно тех, кто прошел социализацию, ну, вырос, лучше говоря, в путинскую эпоху, когда такой стиль взаимоотношений и воцарил в Российской Федерации. И есть его симпатизанты в немалой части среди общества, потому что для общества Пригожин критик зажравшейся элиты. Это настоящий командир, действительно полевой командир, но он очень умело себя позиционирует как такого патриотического лидера, как человека, который выступает именно против эстеблишмента, и против военного эстеблишмента, и против политического, и против финансового вообще. И никто не задумывается о том, что он лично чрезвычайно богатый человек, и он один из представителей этого самого эстеблишмента, хотя, конечно, инфантерибль. Для этих людей он инфантерибль. Да, инфантерибль, причем инфантерибль, который, по вашим сведениям, контролирует 15 миллиардов долларов. А, Валерий Ильич, откуда такая цифра, 15 миллиардов? Это часть активов президента, личных активов, отчасти личных, отчасти корпоративных. Ну, под корпорацией я имею в виду тех людей, которые управляют Россией, а не, допустим, Газпром или что-то. И та доля, которую контролирует Пригожин, она находится в основном в Африке, и даже почти исключительно в Африке. Собственно говоря, вот его карьера и задалась с того момента, и пошла в гору, когда он стал контролировать строительство хранилищ и пунктов, запасных пунктов для российской элиты, в частности, для президента в Африке. Вся история началась с этого. Вот вы сказали, просто я уже пойду к другому вопросу, но вот очень коротко, все-таки по поводу здоровья Путина. Вы основываетесь на каких-то все-таки секретных данных. Мы знаем, что он ему под семью печатями держит, как бы в секрете, держит состояние здоровья Путина, и даже его калы, как бы, да, сохраняют, складывают специальный такой контейнер, когда он выезжает, ну, по крайней мере, раньше выезжал за пределы Российской Федерации. Или вы основаетесь на вот просто визуальных своих наблюдениях? Питер, ну, во-первых, это не является тайной за семи печатями по простой причине. В это дело вовлечены десятки людей. Десятки людей. В его медицинское обслуживание, обслуживание его как драгоценного организма. У этих десятков людей есть друзья и знакомые. Ситуация зашла слишком далеко. Есть российская элита, вот верхний эшелот, который прекрасно знает. Он просто прекрасно знает, каково состояние здоровья. Естественно, эта информация не может не просачиваться. Естественно, они видят двойников. Вот, допустим, Патрушев и еще несколько человек не участвуют в тех совещаниях, в тех публичных мероприятиях, где под видом президента выступает двойник. Они этого чураются просто. Ну, знаменитые поездки в Мариуполь, в Крым, ну, это же не Путин был. Ну, послушайте, ну, это же настолько очевидно. Не может один и тот же человек исповедовать одновременно два совершенно разных стиля поведения. То он находится на колоссальном расстоянии от кого-то, да, а то он вдруг там чуть ли не бросается обниматься, ну, по крайней мере, активно пожимает руки. Почти в американской манере. Это shake hands. По плечу, правда, не похлопывал. Чего не было, того не было. Поэтому более чем достаточно доказательств. Вопрос только в физиологическом горизонте. Не более чем. Он и так был отодвинут благодаря чрезвычайным усилиям врачей. Чрезвычайным. Причем его лечила международная бригада. И главенствующую роль в этой бригаде играли отнюдь не русские врачи. Ну, не граждане Российской Федерации. Играли врачи из одной из стран, с наиболее передовой медициной, которая не является враждебной Российской Федерации. Они вот наблюдали Путина, оперировали его и наблюдают его до сих пор, насколько мне известно. Ну, в общем, как веревочки не виться, есть болезни, которые нельзя остановить. Можно приостановить. Но нельзя остановить фатальный ход с помощью даже самых больших денег. Даже гигантских, даже колоссальных денег. Просто не удается. И как раз вот это одна из ставок сейчас элиты. Она бы хотела, чтобы все прошло на самом деле относительно легитимно. Это очень важно для нее. Она хочет более или менее плавного перехода власти в свои руки. Я имею в виду ту элиту, которая сейчас обладает наибольшим потенциалом. Ну, а, скажем, неблагоприятная военная динамика, но это обоснование в глазах общества. Ну, посмотрите, мы, там, патриоты, подставили плечо больному президенту. Вот он, видите, он сам объявил о том, что он уходит в отставку. Это очень похоже могло бы быть на ГКЧП, за одним исключением. Они хотят, чтобы Путин это все сделал сам, понимаете. Горбачев же тогда от всего отказался. Он же не объявил о том, что он уходит в отставку. Ну, помните, что он болен. Все было ровно наоборот. Вот эти люди обучены тем опытом. Более того, для них август 91-го года – это самое страшное воспоминание в их жизни. Самое страшное. И многое из того, что они делают, и делали, и делают в Российской Федерации, продиктовано тем страхом, который они тогда испытали. Но я не буду раскрывать. Я думаю, что зрители понимают, что имеется в виду. Но, соответственно, исходя из этой логики, то, что делает Путин, и вообще сам факт объявления полномасштабного СВО против Украины, тоже, наверное, диктуется состоянием его здоровья и страхом смерти. Во многом, да. Это трудно назвать рациональным решением по любым меркам. Ну, кстати, вы помните, что много было рассуждений накануне начала конфронтации, что, мол, он этого не сделает, потому что это нерационально. Вот как раз люди, которые его хорошо знают, они говорят, вы не понимаете, что у него другой стиль мышления. Это, как говорят о шизофрениках. У шизофреников железная логика. Просто точка отправления, она дурацкая. Она совершенно непонятна обычным людям. Обычные люди считают, что ну не может быть таких аксиом, на которых строится логика шизофреников. А у Путина она строится. Поверьте, это железная логика. И с Украиной он решил давно еще, с 2014 года. Там просто несколько раз, а, неудачно складывались обстоятельства, в частности, малазийский Боинг сдержал тогда. И, б, были люди, которые отговаривали его от участия в этом. Которые отговаривали, сдерживали фронтальное наступление российских вооруженных сил в тот момент в Украину. Это было в 2014 году, в 2015, когда судьба Украины, честно говоря, висела на волосу. Причем очень на волоске, в отличие от того, что мы сейчас наблюдаем. Потому что состояние вооруженных сил Украины и отношения Запада, оно было, ну, мягко говоря, иным, чем сейчас. Знаете, самое интересное, что среди этих людей, которые были против, был генерал Герасимов. И не исходя из военных соображений, исходя из военно-политических, он говорил, что взять-то мы можем, контролировать никогда не сможем. Нам нужна оккупационная армия в несколько миллионов человек. Ну, и те люди, которые были против, они, исходя из тех или иных соображений, не хочу сказать, что гуманитарных, гуманных, да, или либеральных, нет. Они исходили точно так же, как накануне 24 февраля, допустим, Патрушев тоже был не в восторге от этого решения. Он полагал, что еще возможности мирных переговоров не исчерпаны. По какой причине? Она очень проста. И Патрушев, и Путин получают одинаковую информацию. Но Путин брал в учет только то, что соответствовало, я бы сказал, его воспаленному сознанию. Патрушев, человек, который старше президента, но он в лучшей физической и ментальной форме. И он, наверное, подумал о том, что есть другой вариант, и подумал о том, что, может быть, потребуется стратегия выхода. То есть то, о чем любой, в принципе, стратег, любой политик должен всегда думать, но российский президент тогда об этом не подумал. Поэтому, да, его мышление, оно очень своеобразно. Это я мягко еще характеризую, очень своеобразно. Там очень силен такой, знаете, мистический элемент. Для него Украина, ну вот, я могу просто... Как сказал мне один человек, который с ним долго беседовал об этом. И он, вот после этого разговора, он мне сказал, а не на ты с Путиным. Сейчас это человек в полной безопасности, поэтому я не буду называть его фамилию. И он сыграл просто большую роль в судьбе Путина. Но он сказал, ты понимаешь, он пока жив, от Украины не отцепится. Он просто не отцепится от нее. Ну, хотите, назовите это обсессией, да, там, манией. Все равно. Но здесь явно что-то патологическое. Да, и, наверное, когда-нибудь психиатры будущего, они, поговорив с их окружением, составят и диагноз, и предложат свою перспективу объяснительную. Но для нас, особенно для, ну, конечно, в первую очередь для украинцев, это ужасная реальность. И вот российская политика, российская система оказалась выстроена таким образом, что один человек с таким, я бы сказал, воспаленным сознанием смог переломить фактически всю систему и заставить ее действовать. И она продолжает действовать. Хотя понимает, значительной частью, что все это конец, это движение в никуда, и это уже тупик. Да, но вы сказали по поводу 14, единственное, я бы внес, если не коррективу, просто сослался бы на недавнее заявление бывшего американского президента Билла Клинтона. Вы, наверное, Валерий Дмитриевич, слышали это. Он говорит, что вообще в 2011, если не ошибаюсь, когда он говорил с Путиным, тот уже дал понять о своих намерениях. Вот и Клинтон сказал, что он уже тогда знал. Когда Путин ему сказал, что бумажка, на которой написано, вот этот вот Будапештский меморандум, вы сами знаете, что с ней можно сделать, по сути, то, что он сказал Клинтон. И вот Клинтон говорит, что тогда я уже понял, к чему все это ведет. Валерий Дмитриевич, вы в интервью недавнему своему Гордону Дмитрию говорили о том, что ходят слухи о одновременно двух подготовленных ордерах против Шойгу и против Валерия Герасимова. Вот если окажется, что так и есть, и Гага выдаст ордера на, собственно, их, на этих двух путинских вояк, что это может изменить в нынешнем контексте? Допустим, если говорить о возможной силовой смене власти в Российской Федерации, скажем, путем гражданской войны или военного переворота, помешает ли обвинение такого рода, международного суда в Гаге, условному Шойгу вообще в будущем прибрать к рукам власть? Ну, насчет Шойгу вообще говорить нечего. Это ничтожная фигура. То есть у него нет никакого влияния на вооруженную силу. У Герасимова есть, а Шойгу никто не ставит вообще в учет. Это такой, говоря слогом одного знаменитого советского романа, классический зиц-председатель. Он вообще чудом сохранил свою должность, я бы сказал, чудом остался жив. Вот чудом. В марте он висел на волосок от того, чтобы фатально пострадать от инфаркта или инсульта. В марте я имею в виду прошлого года, от старого года, когда все пошло совсем не так. Герасима в этом смысле гораздо более серьезная, гораздо более значимая фигура. Но если это повлияет, то только в одном отношении. Они будут торопиться избавиться от президента. И более того, не исключен вариант, когда, чтобы заслужить снисхождение, они готовы будут его доставить. Это звучит, я понимаю, фантасмагорично, но тем не менее, возможно такая ситуация, при которой эти люди... Окей, ну зачем нам всем умирать ради одного? Вот пусть он за нас всех и ответит. И согласитесь, это был бы прекрасный приз, и, наверное, многие бы на такую сделку согласились. Я добавлю контекст, наверное, другой, но есть прецедент Югославии Милошевича, которого свои же сдали туда же, в Гагу, где он, собственно, и сидел. Не дождался, разумеется, как мы знаем, своего судного дня.